Да, я уже еду. Минут через двадцать. Да ничего не надо, я уже поужинал. Ладно, давай жди. Ладно, давай. У меня погиб мой единственный сын. Пять дней назад мой Сережа разбился на машине. Ну, в этом могла и милиция разобраться. Я не верю в несчастный случай. Мария Григорьевна, я очень сочувствую вашей утрате, но если вы хотите, чтобы я вам помог, расскажите, пожалуйста, все по порядку. Он ехал с работы домой. Было уже поздно. Ну, и Сереженька, отличный водитель. Он никогда не попадал ни в какие аварии. И здоровье у него было прекрасное. Даже нить бы. А после что-то изменилось? То он был женат всего полгода, а уже успел переболеть всем на свете. Ваш сын обращался к врачам? Нет. Он и слышать об этом не хотел. Он у меня вообще был очень своенравным. И жену такую выбрал. Я как узнала об этом, я так испугалась. А что не так с женой? Она была вдовой. Первого мужа отправила на тот свет. А теперь вот и... И вы думаете, что это она навела порчу на вашего сына? А что тут думать? Я вчера вечером перебирала вещи у Сережи дома. Пиджак, иглы, порча. Но теоретически это могло быть связано с аварией. Я понимал горе матери, но все еще сомневался, братцы ли за это дело. Обычные несчастные случаи – это не мой профиль. Если экспертиза подтвердит, что ваш сын погиб не в результате несчастного случая, я возьмусь за это дело. Вы видите ее на чистую воду, я вас очень прошу. Кроме нее некому было. Возможно, вашему сыну сделали ритуал на болезнь или смерть. Я увидел, что иглы действительно были заряжены на болезни и являлись проводниками чьей-то злой воли. И этот мужчина разбился не случайно. Такими способами чаще пользуются женщины. Но выполнить этот ритуал могли и для заказчика мужчины. К сожалению, маги часто используют свой дар в корыстных целях. Ну что, думаешь, наговаривает она на свою невестку или нет? Здесь точно что-то есть. Погибшего долго готовили к смерти. И ритуал проводили не раз и не два. Мы имеем дело с ведьмой? Пока трудно сказать. Мне нужна фотография этой вдовы. Потом скажу тебе, черная она или нет. Я четко не увидел, кто это сделал, но он очень хорошо знал погибшего. На связи. Нужна информация о семье и коллегах Сергея Мельничука. Фотографии я тебе вышлю чуть позже. Особое внимание обрати на его жену Татьяну. Красивая? Смертельно. Вот так. Женишься, а потом тебя ни за что, ни про что на тот свет отправят. Ладно, информация нужна, как всегда, на вчера. Необходимо было встретиться с этой черной вдовой. Но к беседам с такими подозреваемыми лучше готовиться заранее. Поэтому я решил подождать новостей от Славы. А пока необходимо было получить экспертное подтверждение того, что смерть Сергея Мельничука действительно не была несчастным случаем. Ты сегодня прекрасно выглядишь. Так, говори прямо, что нужно. Неужели я просто так не могу зайти, чтобы пообщаться с умной и красивой женщиной? Это значит, тебе нужно заключение вскрытия Сергея Мельничука и прямо сейчас. И все-то ты про меня знаешь. Есть что-то интересное? Да, еще сколько. Тут Костя просто целый гербарий. Какой гербарий? Смотри. В крови погибшего нет следов химических веществ. Зато есть много остатков трав и травяных настоев. Знаешь, такое ощущение, что он только ими питался. Да, и вот кружка. Мне привезли из офиса. Здесь есть остаток какого-то отвара. Что это, смогу сказать после дополнительных анализов. Но одно могу сказать точно. Его сердце остановилось до аварии. То есть несчастного случая не было? А это я скажу после дополнительных анализов. Но на несчастный случай эта история походит все меньше и меньше. Растительные яды выявить очень сложно. Даже одни и те же виды растений в разных условиях могут не одинаково накапливать в себе токсичные вещества. Имеет значение все. Даже ту, какую часть растения взяли. Но организм нашего пострадавшего был просто напичкан биоорганическими элементами. Очень редкий случай в моей практике. Нашел наш вдову? А как же! Хорошая такая вдовушка! Татьяна Мельничук. В девичестве Коваленко 35 лет. Родителей нет в живых. Есть старшая сестра и младший брат. Домохозяйка. Не участвовала, не привлекалась. Адреса все сейчас скинут. А теперь самое интересное. Удиви меня. После смерти первого мужа наша Таня получила неплохое наследство. А после того, как разбился второй, она унаследует большую часть его имущества. А что с коллегами? Есть партнер по бизнесу. Некий Олег Кутепов. Работают они три года. Вроде все легально. О личных конфликтах инфы нет. Хорошо, спасибо. Найди мне все, что сможешь о смерти первого мужа Татьяны. Есть, шеф? Домохозяйка без своего дохода, которая живет за счет солидного наследства после смерти каждого мужа. Такая особа – это подозреваемый номер один. Ведь мотив налицо. Ну что, Кость, я готов ехать к нашей веселой вдали. А что сразу ты? Может, я к ней поеду? Вот так всегда. Как только женщина, так едешь ты. Я тебе обещаю, к следующей даме поедешь ты. А сегодня займись, пожалуйста, коллегами и партнером нашего усопшего. Алексея просил всех сотрудников, которые тесно общались с погибшим. Ему рассказали, что за месяц до гибели долю их шефа хотел выкупить его партнер Олег Кутепов. Но Мельничук наотрез отказывался ее продавать. Из-за этого отношения между ними заметно ухудшились. Доходило до публичных ссор. Постойте. Нам нужно поговорить. Да, слушаю вас. Сергей Петрович очень следил за своим здоровьем. И все время пил настойки из каких-то трав. Он еще все время подшучивал, что всех нас переживет и будет вечно молодым. Интересно. Вы случайно не знаете, что это были за настойки? Не знаю, что это были за настойки, но знаю, кто их привез. Это был Олег Борисович. Кутепов? Да, он. И Сергей Петрович еще до смерти показывал мне пакет из трав. И там было баночек 10, не меньше. И он говорил, что это подарок Олега Борисовича из-за границы. Спасибо большое. Вы очень помогли. Пожалуйста. Всего доброго. До свидания. Мы нашли того, кто пичкал Степана Мельничука настоями, от которых могло отказать его сердце. На тот момент мотив бизнес-партнера меня убеждал больше, чем мотив вдовы. Татьяна, я понимаю, что вам сейчас очень нелегко, но... Но я вынужден задать вам несколько вопросов. Будете? Нет, спасибо. А я добавлю. Иначе поговорить не получится. Скажите, как умер ваш первый муж? Вадим. Сердце схватило во время пробежки. У него были наследники? Нет. Никого. Только я. То есть после его смерти все его имущество досталось вам? Да, я получила его квартиру. Там сейчас живут, в квартирам-то. А второй ваш муж на кого завещание написал? Он не писал завещание. Зачем? Он не собирался умирать. Детей у него не было. Вы знаете, что незадолго до смерти ваш муж застраховал свою жизнь от несчастного случая на достаточно крупную сумму? Нет. Он ничего не говорил мне об этом. Я вообще старалась не лезть в его дела. Знаете, Сережу еще не похоронили даже. А вы уже о деньгах спрашиваете. Простите меня, я не хотел вас обидеть. Ничего. Просто я не знаю, как жить с этим дальше. Может, в церковь или монастырь исповедаться? Как проклятая. Не наговаривайте на себя. Да где уж наговаривать. Первый муж умер. Второй разбился. Борис вообще сбежал. Кто такой Боря? Был у меня жених. Я не знаю, почему он так поступил. Мы потом пару раз виделись. Он даже на другую сторону улицы переходил. Мне нужна фотография вашего первого мужа. Ваш второй муж пил много травяных настоек. Он так заботился о своем здоровье? Да, он увлекался гомеопатией еще до нашей свадьбы. Шутил, что мы все умрем, а он один останется. Ему даже его бизнес-партнер Олег привозил какие-то настойки за границы. Что он за человек? Мы виделись-то всего пару раз. Ну, честно говоря, скользкий тип. Улыбка у него такая, знаете, вот вроде бы улыбается, а глаза змеиные. Они как-то ссорились, очень сильно ругались по телефону. Мне Татьяна не показалась расчетливой убийцей, но факты были против нее. Две смерти мужей, избежавшие без всякой причины жених, который, возможно, что-то увидел или чего-то испугался. Татьяна явно была связана с чем-то нехорошим. И тут нам без экстрасенса было не разобраться. Чай, кофе? Да, нет, спасибо. Если можно, сразу к делу. Уважаю деловых людей. Я сам такой. Трагедия такая. Серега, как же так? Олег Борисович, поговариваю, что вы привозили Мельничуку какие-то настойки. На что это вы намекаете? Что это я? Это я отравил Серегу? Это вам его работнички наплели, да? Олег Борисович, успокойтесь. Мне просто интересно, что это были за настойки. Да обычные себе настойки. Я их из Китая привожу. В Китае все на них сидят. Древний, тибетский эликсир долголетия. Его все пьют. И я его пью, и дети мои пьют. Вот. Интересно. Хотите? Попробуйте. Да нет, спасибо. Я как-то на долголетие не помешан. А вот пузырек, если вы не против, я с собой возьмем. Берите. Пейте на здоровье. Только отравления на меня не вешайте. Чтоб гонорар свой заработать. Шучу. Я так и понял. Не понравился мне партнер нашего убитого. Хотелось сразу упряжать, да прямых улик не было. Я очень надеялся, что с этим помогут результаты экспертизы. Я нашел тебе фотографию нашей черной вдовы и еще кое-кого. Посмотри. Давай посмотрим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ КОНЕЦ Я четко увидел воздействие одной силы, той же, что убила второго мужа Татьяны. Одно и то же заклинание, которое подействовало при помощи дурман-травы. Мы имели дело не с дилетантом. Это может быть сама Татьяна? КОНЕЦ Уверен, она здесь ни при чем. По ее ауре видно, что она лишена злого намерения, и у нее нет способностей к магии. Никакого проклятия на ней нет. И она не черная вдова. Но она явно что-то скрывает. Поэтому из числа подозреваемых ее исключать не стоит. То, что экстрасенс не увидел Татьяну, еще ни о чем не говорила. Да, она могла не быть исполнителем, но заказать этот страшный ритуал, почему бы и нет. Легок на помине, да? А я как раз собираюсь писать заключение по мужу нашей черной вдовы. И чем порадуешь? Да это ты меня уж порадовал, так порадовал. Вечно подбросишь мне какую-нибудь работу с чертовщиной. Хотя когда у тебя были другие? Что случилось? Да я не знаю, Костя. То компьютер зависает, то приборы не работают. Но анализы я все-таки сделала. Угу. Не виноват ваш эликсир в долголетии. Это пустышка. Не понял. Ну ты что-нибудь слышал о эффекте плацебо? Конечно. Ну, так это почти то же самое. Обычный набор нейтральных трав не вылечат, но так же и не навредят. Зато туристы такое мгновенно раскупают. Кто же не хочет жить долго? Зато я смогла наконец-то определить, что наш потерпевший пил еще другую настойку из чашки в офисе. Мне еще нужно время, чтобы понять, могла ли именно эта настойка отдать сбой сердца перед аварией. Значит, партнера можно вычеркивать. А что, другие подозреваемые отсутствуют? Работаем мы над этим. Но одно могу сказать точно. Когда умер первый муж, Кутекова там еще и близко не было. Наш клиент из окружения Вдовой. Или сама Вдовая. Ладно, звони, как только будут новости. Спасибо. Кутепова, партнера погибшего, мы окончательно исключили из списка предполагаемых преступников. Но мы забыли про родственников Татьяны, ее брата и сестру. Кто, как не близкие люди, могут дать нам зацепку? Мы в шоке все. Просто проклятие какое-то на нашу семью. Непонятно только за что. Скажите, у вашей сестры враги были? Ой, ну что вы, какие враги. Танечка, Танечка вообще очень хороший человек. Да и, да и не общается она практически ни с кем, кроме семьи. Мы ведь рано родителей потеряли, осиротели. Они оба в аварии разбились. Вот стараемся держаться вместе. А вы с кем живете? С Колей, с братом. Мне как-то не до замужества было. Надо было младших поднимать и вот так и живем теперь. А где сейчас Николай? Я хотел бы с ним поговорить. Коля. С Колей сложно сейчас немного. Ну, у него и раньше заскоки были, а сейчас, ну, сейчас он совсем неуправляемый стал. Ольга, скажите, а вот эти изменения, о которых вы говорите с Николаем, они произошли после смерти Сергея? Ну, да, но Коля, Коля вряд ли имеет отношение к смерти Сергея. А вот и Коля. Коля, у нас гости. Пришел частный детектив. Да сколько можно? Я уже все рассказал милиции. А у вас есть ордер? Коля, перестань. Да что перестань? Без ордера ни с кем разговаривать не буду. Все. Николай, один вопрос. В каких отношениях вы были с погибшим? Отношения с погибшим? Да так ему и надо. Вы, вы, вы извините, пожалуйста. Извините, мы просто все на нервах, а Коля, Коля у нас самый младший и самый ранимый у нас. Ранимый? Да. Я вижу. Странноватым оказался этот Николай, и мне совсем непонятно была его агрессия в адрес погибшего. Их что-то связывало. Но что? Нужно еще раз было проверить, с кем контактировал убитый. И никого ли мы не упустили. Все улики косвенные, фактов ноль. Нам даже обвинить пока некого. Да, Слава. Я пробил информацию о смерти первого мужа нашей черной вдовы. Темное дело, скажу я вам. Что ты имеешь в виду? Свидетели дали разные показания. То он был абсолютно здоров, то жаловался на боли в сердце. Но дело как-то подозрительно быстро закрыли и квалифицировали его как несчастный случай. Вот, сами почитайте. Ловите. Костя, что ты нам хочешь найти? Ну, чем тебя не устраивает несчастный случай? Экспертиза показала сердечный приступ. Как и в нашем последнем случае, остановка сердца. Послушай, сердечный приступ сейчас уж не такая редкость. Он как молодые окосят. А теперь самое интересное. Барабанная дробь. Говори уже, а то будет тебе дробь. Я пробил звонки на телефоне Сергея Мельничука. Угадайте, кто звонил ему за неделю до смерти 15 раз? Кто же? Николай Коваленко! Та-дам! Я был очень удивлен. Что общего может быть у них? Николай не любил мужа, сестры, но тогда зачем названивал ему? Угрожал, шантажировал. Я попросил Рыбникова еще раз поговорить с этим загадочным парнем. А у меня был еще один человек, который мог бы пролить свет на эту темную историю. Здравствуйте, вы Борис? Да, а что? Меня зовут Константин, я расследую обстоятельства смерти мужа вашей знакомой, Татьяны Коваленко. Значит, еще одного мужика в могилу свела. Я не хочу о ней говорить. Борис, подождите. Я вам еще раз повторяю, я не хочу о ней говорить вообще. Борис, дело не только в вас или в мужа вашей знакомой. Нам очень нужна ваша помощь. Всего две минуты. Ладно. Да, мы встречались с ней. Хорошая была девушка, характер спокойный, нормальный. Хотели пожениться, готовились к свадьбе. А потом меня как будто бы сглазил кто-то. Я же спортсмен, разрядник. А из больниц не вылазил. Врачи руками разводили. Я жил у нее тогда, в доме. И знаете что? Что? Я услышал, о чем шепчутся ее соседки. Одна из них встречает меня в магазине и говорит, Борюсик, как ты похудел? Что они с тобой делают? И рассказала мне о ее первом муже. И он, видите ли, вышел на утреннюю пробежку, схватился за сердце и все. А ведь тоже здоровый лось был. А однажды... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я думал, что я помру. Если бы ребята-рыбаки скорую не вызвали, я бы здесь с вами не разговаривал. А что сказали врачи? Астма? Астма. Да у меня сроду астмы не было. Я сразу все понял, вышел из больнички, забрал вещи и ушел. А Татьяна вам никаких травяных настоек не давала? Думаете, хотела отравить? Нет. Настоек не было. Вы знаете, я не знаю, что она делала и знать не хочу. Я вырвался. И слава богу. Борису просто повезло. Если бы он не сбежал, то, скорее всего, стал бы еще одной жертвой. Но после его рассказа мне было совершенно очевидно, человек, который замешан в убийстве двух мужей Татьяны, постоянно находился рядом с ней. Хорошо знал ее мужчину. И объяснить нам, что же происходило, мог только он. Хорошо, что мы знали, где его искать. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Алексей Рыбников, я частный детектив. Могу я поговорить с Николаем Коваленко? А зачем он вам? Что-то случилось? Вот, чтобы ничего не случилось, мне нужно с ним поговорить. Где он? Его же четыре дня на работе нет. Звоню, трубку не берет. Хотя, знаете, если с ним что-то случилось, я, пожалуй, не удивлюсь. Да, это почему же? Ну, он в последнее время какой-то сам не свой. Как с цепи сорвался. Вот с этого места, пожалуйста, поподробнее. Ты чего? Да ничего. Готовнусь. К чему готовишься? Да это не твое дело. А что ты смотришь? Иди отсюда! У него такое лицо было, как будто он действительно кого-то хочет убить. Ну, я ранее его таким не видел. Мне даже самому стало страшно. Да? А у него с кем-то были конфликты? Он рассказывал, что муж сестры полный козел. Бьет ее. А Колька любит сестру. И после той истории с бутылками я так больше его и не видел. Но он даже свои вещи не забрал. Вещи? Интересно, а я могу взглянуть на них? Ну, да, конечно. Пойдемте. Где? А вот. Ага. Среди вещей, оставленных Николаем Коваленко на работе, Алексей обнаружил бутылку с жидкостью. Содержимое этой бутылки могло поставить финальную точку в расследовании смерти обоих мужей Татьяны Коваленко. Вот тебе и улики, и доказательства, и главный подозреваемый на блюдечке с голубой каемочкой. Вот только где его было искать? Я был уверен, что он не зря прячется. Костя, поздравь меня. Я победила. Я в тебе никогда не сомневался. Ну, я сразу не обнаружила этот яд. Хотя именно он спровоцировал остановку сердца у мельничка. Этот растительный яд содержится в соцветии очень красивого растения – «Дигиталис фланата». И в аптеке такой экстракт не купишь. И что мне теперь, искать какого-то доморощенного алхимика? Ну, не знаю, или алхимика, или биохимика, или какого-нибудь любителя растеневода. Это уж тебе решать. Но я тебе скажу так. Найдешь яд – найдешь убийцу. Как же не знать от растения? Одни названия чего стоят? Кровавый палец, ведьмина персток, перстень мертвеца и даже перчатка Девы Марии. Может жизнь спасти, может судьбу изменить, а может и убить. Первый помощник в магии, особенно в черной магии. Отличное зелье для разного рода порчи. Зелья на основе травы растений вместе с заклинаниями могут парализовать волю человека, вызвать серьезную болезнь и даже остановить сердце. Но такой метод обычно используют профессиональные ведьмы. А в моих видениях рядом с погибшими ведьмы не было. Костя, я думаю, нужно брать этого недоделанного ведьмака и потрясти как следует. Согласен, он на работе, он не появляется, дома тоже гость нечастый. Нужно прошерстить круг его общения. Должны же быть какие-то друзья, одноклассники. В общем, поехали к его сестре, она обязательно должна кого-то вспомнить. Согласен. Ну, погоди. Это не наш ли красавчик? Вон, Костя. Смотри, сумку забрал. Надо его брать, пока он в бега не подался. Давай. Николай, есть разговор? Бежать! Стоять! Стоять! Куда бежим? Чего вы на меня набросились? Набросились! Почему на работу не ходишь? Да я никуда не могу ходить в таком состоянии. Уроды! Пусти! Вы ничего не понимаете! А вот ты нам сейчас все и расскажешь. Не дергайся! Бутылку где взял? Какая бутылка? Не знаю никакой бутылки. Бутылку с травками. Это не моя. Тебе ее подбросили, да? Или нашел. Да я химику хотел отдать другу меня. Хотел узнать, что там. А вам ничего не скажу. Понятно? Ничего не скажу. Имей право адвоката. Права свои знаешь. А муж сестры права на жизнь имел. Да пошел ты! Со своим мужем. Ничего не скажу, значит не скажу. Все. Опорблю его в КПЗ. Там он мне все расскажет. В машину. Мы взяли Николая, и мотив был налицо. Брат защищал любимую сестру. А еще добрая Татьяна наверняка подкидывала ему деньги на жизнь, которые получал от погибших мужей. Все улики были против него. Ну а то, что он все отрицал, так я редко видел преступников, которые сразу во всем признавались. Ну что, Костя, в бутылке, которую вы отобрали у Николая Коваленко, та самая настойка. Именно она вызвала остановку сердца, так что поздравляю, ты его нашел. Ну найти-то я его нашел. Все улики против него, и Леша будет доволен. Но ты теперь сам в это не веришь. Ты слишком хорошо меня знаешь. Все, есть. Николай сознался о убийстве Мельничука. Привет, Лариса. Привет. Привет. Странный способ убийства он избрал. Травы, настойки, иглы какие-то. И хотя у нас было его признание и данные экспертизы, я не мог поверить в его вину. Ну не тот он человек. Напасть с кулаками или даже с ножом мог, но колдовать не его уровень. Сразу сознался? Не сразу, но абсолютно добровольно, когда я ему выложил все факты. А что, Костя? И в убийстве первого мужа Татьяны, и в покушении на ее жениха. Мы об этом еще не говорили? Еще не вечер, Костя. Поговорим завтра. Костя, только не говори мне, что он никого не убивал. Знаешь, его даже моя экспертиза по жидкости из бутылки Николая не убедила. Такие отрава. Ну вот, Кость, вся доказательная база. Что тебя не устраивает? Я ему не верю. Он выгораживает кого-то, беря вину на себя. Кого? Кого такое прикрывать будет? Кого? Ну, например, самого близкого человека. Угу. Например, сестру. Да вы что, Ларис? И ты туда же? Да бред какой-то. Извините. Я узнала, что задержали Колю, но это ошибка. Он не мог никого убить. А кто мог? Я не знаю. Коля точно не убивал. Послушайте, Николай лично сознался в убийстве вашего мужа. К тому же в вещах, Николай, мы обнаружили отравляющее вещество, которое его убило. Да больше этого не может. Я вас очень прошу, найдите доказательства. Вы же можете. Я заплачу, сколько вы скажете. Успокойтесь. Успокойтесь. Вы знали, что у вашего брата был конфликт с вашим мужем? Да. Вы должны сейчас рассказать, из-за чего произошел этот конфликт. Это важно. Он убил. Ну, это всего пару раз было. Он просто не сдержался случайно. Я никому ничего не говорила, но Коля как-то сам догадался. Уехал на дачу. Я была. Издите, у мамы. Вы что, меня подозреваете? Открыл вас эти царапины нашли. Это... Это... Это что? Да так ударилась. Таня, что это? Это он тебе так? Да не кричи, ты тише. Я говорю, уже ударилась. И это тоже ударилась? Да я его грохну. Тогда еще один вопрос. Ваш первый муж вас тоже бил? Алексей отвезет вас домой. Я обещаю, что сделаю все возможное для того, чтобы найти убийцу. надеюсь, это будет не ее брат. Как оказалось, Татьяна была жертвой домашнего насилия. Причем постоянно. Ее били оба мужа. Вероятно, что избежавший жених тоже поднимал на нее руку. Сама Татьяна не видела способа это прекратить. И кто-то из тех, кто ее любил, мог сделать это за нее. Что случилось? Плохие новости. Вы говорили, что убийца мужей Татьяны Коваленко один и тот же человек. Так вот, Николай никак не мог убить ее первого мужа. Перед его смертью он уже полгода как отдавал долг нашей системе. Сидел, что ли? Сижу я, а он был в армии. Как только Славик сказал, что у Николая стопроцентное алиби, я сразу понял, кого нам искать. И этот человек, как никто другой, стремился защищать Татьяну. Николай, С НавсоК. Продолжение следует... 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 Это... Бес! Сука сатаны! Антон! Бес! Сука сатаны! Бес! Бес! Сука сатаны! Антон! 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 Антон, успокойся! Антон! Врача! Мне показалось, что молодой парень существует в другой реальности. Но когда я ему показал фото, его сознание вдруг пробилось обратно в наш мир. Бес. Это была единственная наша зацепка. Как думаешь, этот Антон похож на симулянта? Как по мне, так не похож. Доктора говорят, что у него сейчас кризис и острая фаза. Им не меньше месяца понадобится, чтоб вернуть его во меняемое состояние. Если он что-то и знает, вряд ли сейчас скажет. О его мотивах мы не имеем ни малейшего представления. Как думаешь, он девушку свою бесом назвал или просто бредил? Откуда мне знать? Я ведь не доктор. Но фото Лизы на него явно подействовало, так что связь есть. Он ведь тоже у сатанистов побывал. Я думаю, что бес – это реальный человек. Ну ты же сам знаешь, что в базе данных МВД бесов может быть великое множество. Это производные от фамилии Бессонов, Беспала, Бескаравайн. И все они будут в картотеке проходить как бес. Ну так вот, пусть твой компьютерный гений всех их и пробьет. Давай попробуем. Слава, привет. Есть работа. Не может быть. А я думал, подарок в виде досрочного освобождения. Всему свое время. Я не Санта-Клаус, я только учусь. Есть человек. Мы знаем только его кличку Бес. Нужно его найти. Вы издеваетесь? Я тоже не Санта-Клаус. Я совершенно серьезен. Могу дать подсказку. Он имеет отношение к местным сатанистам. Ну это уже хоть что-то. Попробуем. Угу. Кость, Кость, погоди, не отключайся. Что там у тебя говори? Да вот я смотрю распечатку из телефона Лизы Грачевой. Здесь, кроме звонков мамы и Антона, есть еще два входящих с неизвестного номера. Нужно их пробить. Ты слышал? Это не проблема. Присылайте номер. Какой? Угу. Лови. Не отключайтесь. Если номер контрактный, сейчас будет инфа. Вам повезло. Записывайте. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Я вернулась позже. Мой инстинкт меня не подвел. Между прочим, скоро годовщина нашего с тобой знакомства. Да? Предлагаю отметить. Это где? Здесь, прозекторской или на месте очередного убийства? Суши на трупе? Коваль, не старайся быть оригинальным. Тебе это не идет. Да какая же это оригинальность? Я твои суши даже не пробовал. Но, если мы пойдем вместе, то я готов. Только сначала работа? Ты же по работе пришел? У меня бы отчет о смерти Лизы Грачевой. Девочку, которую нашли в Советской роще чуть больше месяца назад. А я уже испугалась, что ты изменился. Так. Следствие признало, что это самоубийство. На ритуальной почве. Это я знаю, только я в это не верю. Я, кстати, тоже. Судя по замерам с места происшествия, девочка должна была бы очень долго тренироваться, чтобы так себя убить. Поясни подробнее. Ветка, через которую была переброшена веревка, была приблизительно на высоте трех метров. У девочки рост метр шестьдесят пять. Ей надо было бы обладать очень хорошими ковбойскими навыками, чтобы перебросить эту веревку через ветку. Тем более в таком состоянии. И я уже не говорю об узле, который был затянут на этой ветке. Ну да, пришлось бы приложить слишком много усилий. А если человек хочет покончить жизнь самоубийством, он обычно делает это быстро и не ищет сложных путей. Тем более в таком возрасте. Мысль о самоубийстве чаще всего реализуется через спонтанный импульс. Броситься из окна. Под машину, под поезд. Да. А тратить силы, забросить веревку, потом залезть на высоту трех метров, затянуть узел. Ну это как-то слишком много для спонтанного самоубийства. Тем более в крови девушки были обнаружены остаточные следы каннабиса. Марихуана? Угу. То есть девушка была в состоянии наркотического опьянения. Ну а это вообще никак не сочетается со всеми этими активными действиями. Здорово. Спасибо. Ты лишний раз подтвердила мою версию. Суши в силе. Хотя следов насилия на теле не обнаружили, я уверена, что девочку убили. Не знаю почему опера и следователи не обратили внимание на несоответствие роста девочки и высоты ветки, через которую была переброшена веревка. Скорее всего побоялись очередного висяка. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Люцифер на востоке, Бельзевол на севере, Астерот на западе, Азазель на юге, во имя сатаны, властелина земли, Я призываю силы ада даровать мне мое могущество. Избави меня, о великий сатана, от ошибок. И наставь меня на путь истины. Испейте, братья. Вместе со мной. Теперь уйдите. Идите. У них там было что-то типа храма. Но эти сатанисты в своем специально оборудованном подвале Вели себя достаточно беспечно. Охраны не было, двери не закрывали. Либо они были дилетантами, либо очень наглыми. Но вся атрибутика, молитвы, ритуал с чашей Указывали на то, что они могли пойти и на ритуальное жертвоприношение. Значит, сякта все-таки существует и заправляет ей именно бес. Да, он сам себя так назвал, когда проводил этот дурацкий обряд. И привел нас к нему один из знакомых убитой. Да не Костя, похоже, все там побывали. И Антон, и этот Вадим, и Лиза. Предлагаю такую версию. Бес решает принести в жертву молодую, хорошенькую девчонку. Антон ее заманивает и... Нет, у Антона с Лизой были отношения. И что? Допустим, Антон не знал, что с ней будет. А когда понял, было уже поздно. Вот от этого у него крышу сорвал его. Как свидетель он безопасен. И тогда у нас остается только один возможный свидетель. Вадим. Пора с ним поговорить. Согласен. Сейчас. Слушаю. Хорошая идея. Мне нужно созвониться с Людмилой, да, которая мама. Я думаю, через час-полтора мы можем быть на месте. Кто это был? Экстрасенс наш. Предлагает поработать с Денисом прямо на месте гибели девушки. Логично. А ты подумай, как нам выудить этого Вадима. Это был неплохой улов для нас. Место сборища сатанистов было найдено. Это раз. Вадим точно был членом секты, Антон, вероятно, тоже. Это два. Но основная фигура в этой игре – бес. Он больше всех подходил на роль устроителя жертвоприношения сатане. Расслабься, закрой глаза. Вспомни образ той девушки, которую ты видел. Ее зовут Лиза Грачева. Ну, теперь мысленно позови ее. Она приходит прямо сюда. Вы меня убили. Лиза, я хочу найти и наказать твоего убийцу. Помоги мне. Где сего вещь? Ищи ты. Какая вещь? Как она выглядит? Узнаете. Как она выглядит? Ну что? С мальчиком все в порядке. Сеанс был недолгий. Но кое-что есть. Где-то здесь есть предмет, который поможет найти убийцу. Да, шансов маловато, но надо попробовать. Как он выглядит? Неизвестно. Но душа Лизы сказала, что как только мы его найдем, и узнаем. Людмила, поможете нам с Дениской? Конечно, поможем. А что нужно искать? Ну, как видите, мы сами не знаем, что нужно искать. Но это что-то необычное. Поэтому давайте разделимся. Вы, Людмила, ищите в том направлении. Сереж, поищи, наверное, в том. Я пойду туда. Да, Денис, это направление твое. Хорошо. Ну что, начнем, пожалуй. Смотрите, это то, что мы ищем. Я чувствую. Меня не удивило, что эту деталь украшения нашел именно Денис. У него уже установилась устойчивая связь с душой Лизы, и, можно сказать, она направляла его руку. А для нас это был прорыв. Мы нашли предмет, который мог напрямую вывести нас на убийцу. На, держи. Хороший кусочек. Ну, сам ты ее ешь. Я бы даже запаха переносить не могу. Почему именно рыба? Костя, правило конспирации. Сидят два мужика, пьют пиво с рыбой. Ничего подозрительного. А другое вводное для конспирации у тебя не было? Тем более пиво безалкогольное. Шахматы или домино. Костя, пиво с рыбой лучше не придумаешь. На рыбку. Морепродукт. Ну. Морепродукт. Что морепродукт? Морепродукт. Диларисе суши обещал. Костя, суши фигня. Пиво с рыбой – сила, Костя. Костя, ну, наконец-то ты где? Тут такое дело. В общем, мы с Рыбниковым, и Рыбников говорит, что суши – это полная фигня. Подожди, Коваль, а Рыбников тут при чем? Ты что, с ним собрался в ресторан? Нет, ну, я не это имел в виду, я не это хотел сказать. Костя, наш клиент. Извините, потом перейдите. Костя! Нет, ну, как всегда. Ну-ка, парниша, притормози. Мы знаем, кто убил Лизу Грачеву. Ого! Если ты не хочешь надолго засесть за свои сатанинские дела, расскажешь, зачем вам убили девочку. Костя! Он обдолбанный. Это не он. Здесь клык другого размера и другого цвета. Свободен. Вали отсюда, сатанинское отродье. Вадим был наркоманом. Причем конкретным. Не травку покуривал, а кололся. Какой у него стаж и как плотно он сидел на игле, в нашем случае было неважно. Говорить с ним в таком состоянии было бесполезно. Отправив его в СИЗО, мы могли спугнуть более серьезного подозреваемого. Дениска пропал. Мы его сына украли. Что ж вы стоите? Ну делайте что-нибудь, звоните куда-нибудь, ну я прошу вас. Если будете кричать и нервничать, я ничего не пойму, почему вы решили, что Денис пропал. Да потому что он ушел с одноклассниками в кино вечером, вчера вечером. И до сих пор его нет, его телефон не отвечает. С ним что-то случилось, я чувствую. Вы одноклассникам звонили, может быть он ночевать у кого-то остался. Звонила. Они расстались возле нашего дома около десяти вечера. Он никуда не ходил, он шел домой, всегда ходил домой. Вы кому-нибудь рассказывали о том, что Денис помогает наследствием? Ну, соседкам рассказывали. Господи, да все об этом знали. Понятно. Только этого нам не хватало. В тот момент мне показалось, что ситуация выходит из-под контроля. Я реально пережил стресс, когда понял, что парня могли выкрасть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да. Не время спать, Слава. Кость, а ты что такой взъерошенный? Сложная ночь. Скорее, не веселое утро. Давай по делу. Что узнал по бесу? В общем, в милицейских архивах искать человека по кличке Бес бесполезно. Там каждый второй Бес. А вот в соцсетях зарегистрирован один чувак под ником Бес. Он продвигает тему сатанистов и активно общается на форумах с такими же чокнутыми, как и сам. И что важно, на его страничке висит объявление, что сегодня в полночь будет принесен дар князю тьмы. Место ритуала обозначено как второй след зверя. Спасибо, слово. Алло, Леш. Есть второй след зверя. Я понимал, что этим даром князь тьмы может быть убийство Дениса. Видимо, болтливость его мамы сделала свое дело, и сатанисты узнали о его общении с душой Лизы. Он в буквальном смысле оказался на волоске от смерти, и медлить было нельзя. Как думаешь, они тут? Честно говоря, Костя, я уже не уверен. Но нам бы хотя бы одну зацепку найти и узнать, где они проводят свои ритуалы. Это то самое место, ты уверен? Да уверен, Костя, уверен. Только, похоже, Костя, мы здесь уже ничего не найдем. Они зачистили это место. Смотри, на этом месте был знак. Вот. Краска еще свежая. Они засекли тебя, Леха, в прошлый раз и сменили локацию. Не важно, по каким причинам сатанисты убрали со своего подвального храма, но для нас это было очень не вовремя. Я рассчитывал кого-нибудь там застать и выяснить, где это место зверя. Но мы с Костей остались ни с чем. Время работало не в нашу пользу, и я уже чувствовал внутри легкую панику. И где нам теперь искать это второе место зверя? Костя, у меня есть мысль, но она может показаться тебе бредовой. Говори, сейчас любые мысли хороши. Если мы разместим информацию на страничке бесов, мол, один адепт инкогнито хочет принять участие в ритуале за крупную сумму денег и попросить указать место. Шансы невелики, но попробовать можно. Свяжись со Славиком и надиктуй ему текст письма. А я перезвоню экстрасенсу, пусть попробует искать Дениса своими методами. Идея Леши выйти на беса через интернет могла сработать, но я не очень на это надеялся. А вот экстрасенс в этой ситуации мог нам помочь наверняка. Тем более, что у него с Денисом во время сеансов установилась своя незримая связь. Ну что, есть? Костя, не спеши, не дерай меня. Я бы не спешил, но ситуация критическая. В этом районе мальчик находится здесь. Дарницкий лес. Два-три квадратных километра. Не звени, точнее сказать не могу. Все равно спасибо. Да, Слава. Алло. Шеф, вашу наживку проглотили. Бездал согласие на участие в ритуале за бабки. Встречу назначил? На остановке автобуса у Дарницкого вокзала. В 22.30. Окей. И тебе спасибо. Это ты меня должен встретить. Я по объявлению. Я квартиры не сдаю. Мне не нужна квартира, мне нужен праздник. Черный праздник. Луцефир на востоке, Бельзигул на севере. Поза Зелье на юге, а Сторот на западе. Ну, здравствуй, брат мой. Слава Сатане. Не всем с его мамой. Праздник начнется в 12. Я думаю, тебе понравится. Спасибо. Только я хотел бы увидеть деньги до начала праздника. Таковы условия нашей сделки. Теперь можем идти. Люцифир на востоке, Бельзигул на севере, Астарот на западе, Азазель на юге. Я рожден был в час молитвы волчьей. В темном логове зверей Ангелада был со мной на кругах людских. Стоять, милиция! Люка, держи его! Стоять! Не дергайся! Руку! Не дергайся! Где мальчик? Иначе я тебя придушу и повешу в твою же петлю. Да какой мальчик? Да я не знаю, никого мальчика. Вы кто вообще? Руку отпусти, я скажу. Стоять! Слушай сюда. Один труп на тебя уже есть. Вот этой девочке. Месяц назад ее повесили в Сырецкой роще. А вот этот мальчик у тебя или твоих парней. Сейчас ты мне рассказываешь, где он, я мирно сдаю тебя ментам. Если нет, я свожу тебя обратно в лес и там застрелю. А я буду свидетелем того, что ты оказал сопротивление при задержании и пытался бежать. Да я не знаю никакой девочки, никакого мальчика. Ну, честно, не знаю. Врешь? На сердце ритуал кто проводил? Я проводил. Только мы там никого не убиваем. Ни людей, ни животных. Там мы тоже, кстати, манекен повесили. Потом сняли. Я его всегда с собой вожу. Вот эта цацка чья? Антона Цацка. С его амулета. Он его сам сделал, потом еще хвастался всем. Сейчас он в психушке лежит. И как он туда попал? Я откуда знаю как. Попал. Антон, значит, точно был на месте преступления. Клык вырван с мясом, значит, была борьба с кем? Ну, с тем, кому он знал. Ночью в таком месте случайные встречи нереальные. Скорее всего, второй тоже сатанист. Убийство могло произойти и после того, как бес ушел со своим манекеном. Куда вы обычно едете после ритуала? Ну, в храм наш едем. На заброшенном складе. Только в тот раз, после сердца, мы туда не вернулись. Почему? Вадим с Антоном сказали, что у них дела и отвалили. Ну, и остальные разошлись. Вадим, я возвращаюсь к дереву, ты сдавай его и быстро за мной. Пошли. Так, ребята, принимайте. Бес не был убийцей. После разговора с ним это стало понятно. Слишком трусливый и жадный. Весь его культ сатанистов был сплошной имитацией. Его интересовала форма, а не суть. Но убийца, без сомнения, был в его команде. На подозрение оставался только один человек. Вадим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Мы с Антошкой не продвинутым. Мы с Антонинским местом не обучены. Ну при чем тут сатанинский? Вот при чем здесь сатанинский? Ну я же предупреждал ее, я же говорил ей, не надо тебе с этим Антошей общаться. Не надо. Опа, опа, куда мы так торопимся? Ну а тебе какая разница? Так может я хочу с тобой поговорить? Да? А мне не о чем с тобой разговаривать. Значит с Антошкой есть о чем говорить, а со мной нет, да? Слушай меня, хочешь чтобы у тебя были бабки, квартиры, машины, курорты, хочешь? Тогда будь со мной, будь со мной, ну, что ты хочешь? Но ты же нищеброд, откуда у тебя это все? Ну так будет, будет, все будет. Ну допустим будет, только мне от тебя ничего не надо, понимаешь, ничего. Это почему? Да потому что ты гадкий урод. А Антон с тобой дружит всего лишь из-за жалости. Отстань от меня, просто отстань. Она же меня унизила, как мужчину тварь, а? Она же меня унизила. Лиза была с вами в секте? Нет, 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 нет. Но она знала, она постоянно говорила Антонову, давай уходи, уходи, уходи. Представляешь, а он даже пообещал уйти. Как она оказалась в лесу во время ритуала? Да она не была в лесу, она пришла на следующий день. Потому что я для них такую заморочку приготовил, а они повелись, придурки, просто придурки. Ты к Лизке зачем приставал? Растрындела, да? А ты повелся. Повелся? А я же проверял ее. Ты знаешь, девки какие сейчас, знаешь? Он кто-то долларом помашет и все, и вся любовь. Лиза не такая. Да, да, братан. Вот так теперь понятно, что она не такая. Пойдем отсюда. Так, 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 подождите, 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 подождите. Ребята, ребятушки, ну что же вы такие плоские, а? Лиза, ну проверяла тебя, он для братана старался. Слушайте, я, я тут для вас такую тему нашел. Закачаетесь. Что за тема? Многовековой обряд вечной любви. Чтобы никогда ни на земле, ни на небесах не расставаться. Да, опять сатанинские дела. Ну послушай, сатанинские, не сатанинские. Вот у людей что, ну в ЗАГС пойти, да? Венчание, ну венчание, это же не наша тема. А тут проверенный многовековой обряд вечной любви. Я у беса книжку взял, полистал, нашел, думаю, во, все, для ребят. Ну? Не, 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 как хотите. Я завтра книгу отдам и все, мне-то оно зачем? Подожди. Лиз. Может попробуем на века? Ну, хочешь, давай попробуем. Молодцы, ребята! Я их, я их в Сырецкую рощу привел. Ну там, где дерево и петля вот эта, которая болталась. Как Лиза согласилась ночью в лес прийти? Так это ж магический обряд. Это ж тебе не утренний в детском садике. Вся магия полночь проходит. Антоха! Давай, помогай! Мостик влюбленных и нужно строить. Я сейчас приду, одну секунду помогу ему. Да ну ему, и обряд какой-то странный. Ну давай, я что-то отстал. Ну сейчас приду? Ну не уходи. Все будет хорошо. Что там за мостик у тебя? Сейчас построим и расскажу. Короче, накурил я их по-взрослому, представляешь? И давай им затирать, что, как, кому, говорить и делать. Они стоят, такие, друг на друга смотрят. А меня чувство такое распирает. Вот это я сатана. Стоять и могу повелевать. Всем и всеми. Антоша, спусти меня. Мне страшно. Так, внимание. Никто ничего не должен бояться. Лизонька, ты сейчас будешь повторять текст, который я тебе буду читать. Потом Антошенька сделает то же самое. Ага. Молодцы. Ждем. 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 Че ты дергаешься, а? Че ты дергаешься? Хотел я с любви. Хотел я с любви. На. Смотри, смотри, что творится. Ты этого хотел. Ты этого хотел, а? Спрашивай у тебя, отвечай. Я этого хотел, говори, ну. Говори, эхать. Братик, братик, а? Может, мне тебя мочкануть, а? А, нет. Нет, дружище. Смотри, смотри, это он тебя мочканул. Нет, я тебя для мусоров оставлю. Хороший подарочек будет, окей? Сатанист замочил елку. А на следующий день я узнал, что его в дурку отправили. А вы меня никогда не нашли. Если бы мне этот шинзик, ты же представляешь, как она меня ненавидит. Что она мне с того света сдала? Слушай, улыди, у меня сейчас нервы не уйдет. Как ты такой, прикинь? Как она меня ненавидит? Ты представь, как она меня ненавидит? Давай, давай, представьте, мужики, как она меня ненавидит. В дурдом. Вадим заранее спланировал и хладнокровно совершил жестокое преступление. И только потому, что девушка предпочла ему другого. Я его не то что мужчиной, человеком назвать не могу. Когда все это закончилось, я удивился самообладанию Дениса. Очень оказался необычный мальчик. Не знаю, принесет ли ему счастье в жизни то, что у него есть способности медиума, но во многом именно благодаря ему мы раскрыли это дело. Лариса, ну я честно тогда не смог. Тут Леша не даст соврать. Ну, Леша, скажи. Конечно. Ты о чем? Да я про суши. Да, суши полная фигня. Да? А ты пробовал эти суши? Зачем мне их пробовать? Лучше шашлыка ничего нет. Ребят, послушайте, я знаю, здесь отличное заведение, где готовят и суши, и шашлык. Предлагаю пойти отметить. Тем более у нас есть теперь целых два повода. А второй повод какой? Про первый я помню. Окончание дела? Субтитры подогнал «Симон»